Сейчас по объявлениям по Авито с флажком. Вот такой, видите? Новый. С чем-то у него стоял. Он давно уже продает его, не знаю. Почему никто не покупал? Я не знаю. Я ему написал предложение, вот, полторы. Человек продал. Блин, спринтер пассажирский стоит. Офигенный. Короче, время 23 часа. Рядом с моим домом. Короче, я же пошел домой, посмотрел. Да, мне этот насчет молотка написал, что, типа, ну, там должен человек забрать его, там за 100, типа, туда-сюда. Или за сколько ты должен забрать, если что, типа, за 100 готовый сегодня отдам. Короче, ладно. В итоге, я ему звоню. Во сколько я звонил? Я звонил. Стекло грязное, писец. Воды нет в вымывайке. Я ему звонил в пол четвертого. Перефон был выкручен. Не алло. Ну, потому что он, видать, там же через Авито, там. Короче, он мне, типа, пишет. А я его спрашивал, почем он работает. Туда-сюда мне писал три. Я ему пишу. Ну, сколько время? Десять вечера было. Полдесятого. Я ему пишу, типа, это. Он мне номер свой присылает. Я ему звоню. Начинаем разговаривать. Он говорит, такой, да я тебя знаю. Я говорю, в смысле, ты меня знаешь? Я говорю, это не ты случайно там у нас на Серебряной горке молотком долбил? У Вити, он такой, да. Я говорю, так я вот вокруг тебя ездил. Он такой, а, ну да, то, да, да, типа, было. Он говорит, а, я тебя знаю. Ты у меня, типа, мы с тобой общались. Я на Вольве тогда работал, говорит, на GCB. У Вартана, типа, знаешь же такого? Я говорю, ну, знаю. Он еще, говорит, мне пиздил, чтобы я ему трубу колесами там не порвал. Он, да, да, говорит, он вообще, говорит, блядь, так конченный, говорит. Короче, вот он молоток продает. Я говорю, где ты его вообще взял? Он говорит, человек мне продал два молотка, говорит, тут у меня есть два молотка, говорит, бери. Он говорит, я хотел оставить второй себе тоже, расширяться хотел. Я говорю, так подожди, ты работал на чужих тракторах тогда. Это, говорит, лет пять было назад, и мы с тобой разговаривали. Он такой, ну да, да, я знаю, типа, где-то трактор там туда-сюда стоит. И я вообще забыл это даже. В итоге, он говорит, что они по трешке, он по трешке работает. Короче, он купил себе, я говорю, ты что, купил себе трактор? Он, да. Какой? GCB. Я говорю, новый? Он, да. Я говорю, новый трактор купил в Лон Мади. В Бурманске? Он говорит, нет, типа, в Екатеринбурге новый купил. Я говорю, за сколько ты его купил? Он за 12. Я говорю, в лизинг, что ли? Он такой, да. Я говорю, сколько лизинга? 300 тысяч. Он говорит, 328, что ли. Я говорю, как ты умудряешься платить лизинг-то? Ну вот как, вот так вот, что, трешка, трешка, час. Я говорю, блядь, а как? Объясни мне, ну, работы нету, все стоят. Ну, типа, стоят, как бы, вот у меня работа есть, заказы есть. Короче, Витя, он там с молотком работал по трояку. По трояку. То есть я 3 500 без молотка с лета, да? Он по трояку сейчас с молотком был. Он, видишь, 68 часов, он, Витя, там, офигачил. Я не знаю, зачем Витя так сделал. Витя надо было взять меня и взять его. Он бы долбил, да, а я приезжал бы, просто засыпал бы. Так было бы быстрее, блядь, в несколько раз, чем вот эту хуйню. То есть он бы долбил, я копал, он долбил, я копал. Вообще проблем никаких бы не было. Ну, не знаю, Витя виднее. И в итоге потом Витя ему такой говорит, блядь, ну, типа, давай, давай дешевле. После того, как все уже сделано. Лада, Надежда, да? Одели на раму уазиковскую. Давай, говорит, дешевле. Как и мне тогда, Витя. Помните, я по болоту проехал у него там, выкопал. Он мне говорит, у меня фронтал по безналу по 2 800 работает, а ты, блядь, типа, по 3 тысячи, блядь, за наличку. И ему такая же хуйня, говорит. Давай, короче. Что-то, говорит, ты долго делал все это дело. Давай дешевле, короче. Вот он говорит, что завтра или послезавтра будет Витя копать по болоту. Там, где я прокопал тогда по болоту. И Витя мечтал, а летом же подходил, давай выкопаем дальше, типа, сюда. Я говорю, не, не выкопаем, потому что я сяду. Сейчас этот человек будет копать ему, короче, по болоту, где я закончил я копать. Он будет дальше ему копать, короче. Я офигею. Ну, и попробуем, провалюсь, не провалюсь. Я говорю, да не, не провалишься, корка сейчас сантиметров 30 где-то должна быть. Я говорю, там плюс деревья наваленные мелкие, навряд ли ты провалишься, говорю. Единственное, как он будет копать, где я уже выкопал. Вот там вопрос, конечно, интересный. Город маленький, песец, блядь, просто песец. Короче, говорили из-за того, что он, говорит, хочет, сам предложил мне, говорит, подкинуть мои шланги, подцепить его, попробовать, работает или не работает. Я говорю, я сам тебе хотел это предложить, но я не думал, что ты поведешься на это открутить. Шланги, блядь, перекинуть на тот, потому что там быстросъемы, там есть, шланги есть, но быстросъемы заржавели. Он говорит, у меня азот был в том молотке, как бы в этом, говорит, ну не знаю, хочу подцепить. И как бы не холодно там плита переходная. Ну самое, что меня удивило, 300 с хуем тысяч лизинга, и он его оплачивает. Он говорит, ну как, работа есть, нету там, как бы, как-то вот так. Кто говорит, около недели не было заказов, так если даже недели не было заказов, ты на 300 тысяч даже не выйдешь. Как ты выйдешь? Ну вот у Вити 68 часов, даже не 100, это не 300 тысяч. То есть они были до пяти, я видел, да? 68 часов, это сколько дней? Сколько? Если 8 часов смена, 10 дней, это 80... Нет, подожди. Так. 80 часов, это 10 дней. А 68, это, ну пускай это 6 дней. 6 дней, 68 часов, 200 с чем-то. Ну 2 недели минимум надо ебашить, чтобы, блядь, заплатить лизинг нахуй. Короче, я в ахуе. Я просто в ахуе. Как это вообще людям? Я говорю, слушай, я летом, у меня летом 320-350, это в лучшем случае. В лучшем случае такая цифра в месяц. А так, блядь, ну, 260, 280. Он говорит, ну это мало. А так если нету больше заказов? Не, ну надо работать дешевле, блядь, и тогда типа заказы будут. Я говорю, так это вообще бред, нахуй. Как работать дешевле? Как работать дешевле? Трактор сотрется, и больше нихуя у тебя не будет. Ты кормишь лизинговую компанию, и трактор стирается. А, и солярку, топливную компанию. Зачем было покупать новый трактор, я не пойму, если сейчас вот и Вольво продавался. Но он летом, он, правда, осенью покупал, он говорит, осенью покупал. Интересно, сколько еще доставка оттуда, да? С этого офигеть можно. Короче, я просто в шоке, нахуй, ебка, блядь. В шоке, блядь. 320 с чем-то, он сказал, лизинга. 26 или 28. Я охуел, блядь. Просто охуел, блядь. С этих цифр, блядь. Я в охуе. Я просто в охуе. Спасибо.